Итак, мы продолжаем изучать, изучать мы продолжаем Тору. И сегодняшний урок для полного выздоровления. Йозеф Ицхак Беннехама, чтобы было полное выздоровление. И у меня теща Рейса Васильевна тоже, чтобы она, сегодня у нее там есть очень важная какая-то врачебная процедура, чтобы она тоже выздоровела. Да, и всем, кому нужно выздоровление, вот перед уроком Торы, лучше сразу сесть, помолиться, сказать, я сейчас присоединяюсь ко Всевышнему, выполняю волю Всевышнего, хочу выполнять волю Всевышнего. И мне для этого нужно полное, полнейшее выздоровление. То есть, когда вы выполняете заповеди и делаете что-то хорошее, в этот момент в вашем мысли, то есть, вы как бы заряжены, да, такой энергией. То есть, это главный принцип со Всевышним, мера, которую человек меряет, меряет его с неба. То есть, человек это фильтр, это конкретный, можно сказать, партнер у Всевышнего, да, внутри человека есть душа, божественный свет. Теперь этот божественный свет, он все время, он дает жизнь человеку. Первым делом, не было бы вот этой вот божественной силы, энергии внутри, мы бы не могли бы существовать. Сразу весь мир бы исчез. Весь мир существует, потому что он наполнен вот этой божественной энергией, божественным светом. Человек, он партнер у Всевышнего, он как бы такой единственный элемент в этом мироздании, в котором есть вот этот вот элемент творчества, люфт такой, да. Все в этом мире это всесильный, все работает механика, кроме человека. У человека есть внутри, единственное, где у него не механика, это внутри, в мыслях. У него есть внутри в мыслях возможность, вот такая зона пространства, свободная, свобода выбора. Где Всевышний дал возможность человеку с помощью мыслей, это тот же инструмент, которым Бог сотворял мир, да. Мысли, слова, речения. Так вот, у человека есть возможность своими речениями, значит, у себя в голове задать себе вопрос. Что я буду сегодня делать? На урок тура я сегодня пойду, или я пойду сегодня на, там, я не знаю, на хоккей, или на балет, или никуда не пойду, спать как бы, да. Или на работу. Вот, это все свобода выбора, творчество. И вот в этом творчестве, если человек выбирает Всевышнего, он говорит, о, я выбираю изучать волю Творца, я выбираю Всевышнего. Всевышний говорит, отлично, молодец. Вот ради вот этого вот выбора и мир был сотворен, потому что все остальное это чистая механика. А вот выбор Всевышнего, это свобода выбора, которая является смыслом сотворения всего этого мироздания. Мы сейчас изучаем врата правды, и правда, истина, это одно из именов Всевышнего, потому что Всевышний это объективная реальность. И правда это объективная реальность, не субъективная реальность, а именно объективная, фактическая реальность это Всевышний. И поэтому получается, что это одно из имен Всевышнего, истинно-правда. Дальше, значит, нам говорили о том, что как важно, как важно человеку, значит, держаться этой правды, мы учили. И дальше вот написано так, что внутри у человека есть эта правда, да, вот эта вот душа, это и есть объективная реальность, истина. Теперь вот эта вот душа, объективная реальность, истина, которая внутри, она как бы дает такой тонкий-тонкий свет и влияние. Влияние на что? На тело. Потому что если душа находится в духовном мире, это часть Всевышнего, это истинно-объективная реальность. Тот мир называется мир истины, духовный мир, а наш мир называется Аббадышикра, мир лжи. И интересно, что само слово Олам на иврите, мир, это тот же корень, как слово скрытый, Нейлан. То есть этот мир, он материальный мир, он скрывает Всевышнего, то есть Всевышний он везде, но он скрыт, то есть мы видим его в виде вот этого материального мира. Хорошо, давайте дальше. Значит, внутри есть то, что называется связь со Всевышним, который истинно-объективная реальность. Но человек слышит этот голос, пишет автор этой книги, души содержатся в телах и поэтому не знают тайного. И только в ночных видениях немного узнают, когда не заняты потребностями тела. Знающий тайну души может свидетельствовать об этом. И сон есть отражение мысли. Что это значит? Интеллект – это набор знаний, вот то, что человек запоминает в течение жизни. У тебя сейчас начался, сегодня у меня было как раз первое занятие с Бессоновым, с Алексеем. Вот я хочу обновить вот это свое программное обеспечение по запоминанию. То есть у человека есть специальная программа, как он запоминает. И вторая программа, как он вспоминает. И дальше у нас есть у каждого внутри хранилище информации, которое мы уже запомнили к этому моменту. И есть доступ к этому хранилище информации, когда в нужные моменты человек вспоминает, оттуда всплывает то, что он хочет вспомнить. И вот эта вся механика, она у большинства людей не обновляется со школы. То есть он как в школе что-то запомнил, все, и дальше он даже в школе никогда не учился ни как запоминать, ни как вспоминать. Компьютеры уже какой сделали шаг вперед, постоянно новые процессоры выходят, новые программы выходят, искусственный интеллект выходит. То есть это все системы работы с информацией. Но обычный взрослый человек, он почему-то в голову не приходит, что надо пересмотреть свою систему управления интеллектом. То есть это удивительно, почему люди об этом не думают. И вот я сейчас как раз решил обновить свое программное обеспечение. Вот сегодня мы с Бессоновым общались, потому что человек, который, у него есть одна программа запоминания и хорошая программа вспоминания, и немного тренировок, связи между этими программами, чтобы все настроить в систему, он может в сто раз увеличить возможности своей памяти в любом возрасте. В сто раз, не в один, не в два, а в сто. Потому что это принципиально другой уровень запоминания. И вот, значит, какое-то здесь имеет значение. Вот у человека есть душа, которая объективная реальность, ЭМЭД. Она присоединена ко Всевышнему, да? Всевышний – это объективная реальность. Теперь у человека есть интеллект, в который в него напихано... Крошка сын к отцу пришел, спросила Кроха, значит, а у нас в квартире газ, а у вас? А у нас водопровод, вот. А у нас, значит, РВ до стола, Днепр широкий, сердит эритар зарыва. А у вас? А у нас, значит, я помню чудное обновение, передо мной виделась ты, как мимолетное видение. То есть у человека там полно мусора разного. И он целыми днями смотрит другой мусор через СМИ, через интернет. Просто там, ну вот, смотрит по улице, там мусор, здесь мусор. И у него, значит, очень много мыслей, которые мусор. Потому что если человек запоминает разный мусор, так ему памяти не нужна. Он просто наполняет свою голову дополнительным мусором. И потом в этом мусоре он живет. Потому что мышление человека – это постоянная переработка 70 тысяч мыслей в день, которые всплывают из подсознания в сознание. То есть человек видит поток информации со стороны. У него внутри, значит, всплывает его мусор, который он раньше запоминал, все эти там стихи и так далее. И поэтому он не слышит голос истины. Это то, что нам говорит автор этой книги, что если бы человек в течение дня, он бы контролировал свое мышление, и он бы очень четко старался, спокойно и качественно видеть только истину. А как это можно сделать? Например, смотришь ты на дерево – все, это дерево, это истина. Смотришь ты на овечку – это овечка, истина. Это когда, почему праотцы выбирали быть пастухами. Смотришь ты на реку, да, сидел там, например, Будда, смотрел на реку, смотрел на реку, смотрел на реку и просветрился. Потому что река – это тоже истина. А если ты СМИ смотришь, новости, да, то оно тебе разрушает голову. Это все обман. И он говорит, если бы человек в течение дня, он был бы все время обеспокоен тем, чтобы не засорять свой мозг обманом, то он бы и во сне, он услышал бы голос своей души, голос истины. Потому что это голос очень, очень такой тонкий. А если у него внутри мусор, да, вот все время он чем-то обеспокоен, что будет завтра, что будет там. А Трампу Вука выстрелили, а этому там туда, а этому сюда. То есть он заполняет свою голову шумом, да, таким огромным шумом. Тогда не слышит вот той истины, которую душа сигналит каждую ночь через сны. Но из-за того, что сны это отражение мыслей, а мысли у него очень, как сказать, мусорные, то он и не слышит голос души. Нет лучшего достоинства, говорит автор книги, чем говорить правду. Как говорил царь Давид в Салмах, основа слов твоих истина. В книге Шмот в Толе написано «Удались от лжи». Это прямо такая, как заповедь. И человек должен приучить себя ходить путями правды и изучать закон, чтобы знать истину, но чтобы иметь возможность исполнять заповеди по их истинности и по их законам. То есть человек, который хочет успокоить свои мысли и прилепиться к истине, он должен уехать на природу, где вообще никого нету, и учить вот Тора, вот книги пророков, и спокойно обдумывая через там неделю-две у него будет просветление, у него мог мозг просветлиться, он разговаривает только со Всевышним. Учит Тору и природа. Тишина. И в этот момент у него будет просветление. Есть много разных практик восточных, когда люди там на две недели замолкают, ни с кем не общаются, природа, все. Действительно это успокаивает ум, медитация успокаивает ум и так далее. То есть если человек успокоится и отключит шум, то он услышит обязательно голос своей души и голос Всевышнего. Дальше он пишет так. В наше время, книга написана тысячу лет, в наше время, когда изгнание продолжается по нашей великой вине, евреям принадлежит, нужно евреям удалиться от пустоты и суетности мира и держаться печатью Всевышнего, она же есть правда, и осветить себя даже в разрешенном, и не обманывать ни евреям, ни неевреям, не обманывать ни в чем, то есть никому нельзя обманывать. Это, знаете, есть очень такой миф-обман, что евреи обманывают. Вот книга, которая религиозная, святая еврейская книга, написана тысячу лет назад. Написано, лгать нельзя никак, ни евреям, ни неевреям, не обманывать ни в чем. Как сказано в пророке Цвании, остаток Израиля не сделает несправедливости и не станут они говорить лживое, и не будет в устах их языка обманывать. То есть нельзя обманывать. Дальше написано так. В Талмуде прям можете это записать, если будут кто-то где-то говорить, что евреи там обманывают, Талмуд, какая-то там что-то антиеврейская, анти... против неевреев книга. Написано в Талмуде в трактате Псохим, 87 лист. Всевышний рассел евреев среди народов, чтобы к ним прибавились празелиты. Празелиты это те, кто принимают иудаизм. И когда евреи ведут себя без обмана, то тогда неевреи приблизятся к ним и ко Всевышнему. И нельзя себя оправдывать ни в чем. Всевышний не простил грабежа даже злодеев. Откуда мы это знаем? Книга Берешит, начало Торы, до потопа, написано, наполнилась вся земля грабежом. И, значит, израдила вся плоть свой путь. То есть весь мир, кроме Ноя, был грешнике. Но Всевышний все равно получается, если кто-то обманывает грешника. Так что, кто-то скажет, может, можно? Нельзя. Потому что Всевышний тогда за грабеж уничтожил весь мир. И рассказывается в Талмуде история про раби Шимон бен Шетах, купил он осла у араба, у исмаилитянина, да? До ислама назывались были исмаилиты. Исмаилиты – это потомки Ишмаэля. А вот эти вот все в Саудовской Аравии, там Демека – это были племена, которые у Ишмаэля, брата Ицхака, да? У Авраама было два сына. Один был сын от Сары, которого звали Ицхак. Ицхак стал родоначальником народа Израиля и европейских народов, потому что у Ицхака было два сына. Одного звали Яаков, а второго звали Эйсав. Эйсав был потом основатель Рима. И Эйсав от него пошли европейские народы. От Яакова пошел народ Израиля. Он получил имя Исраэль. А у Ицхака был брат Ишмаэль. У Ишмаэля было двенадцать сынарей. И от него пошли народы, которые называются Ишмаэлиты. И это тоже великий народ. Почему? Потому что Ишмаэль – это «услышит Бог», переводится имя. Исраэль – это «трямок Богу». Или второй перевод – это «воевал с ангелом и победил». Исраэль – это тот, кто воевал с ангелом и победил. Значит, а Ишмаэль – это «и услышит Бог». Теперь это два народа, в которых есть большая связь со Всевышним. От Ишмаэля пошли, значит, от Ишмаэля пошли кто? Ишмаэлиты – арабы – ислам. От Ицхака, от Яакова. Яакова получил имя Исраэль. От него пошел народ Израиля. И Эйсав, он продал Яакову свое первородство. Он должен был служить Богу. Но он сказал, мне не надо. Потом Эйсав пришел и говорит, нет, мне уже надо. Ну, в общем, и у них был спор за это первенство. И с тех пор как раз потомки Эйсава основали, получается, христианство. Потомки Эйсава основали христианство. И когда, получается, вот этот вот идет спор между христианством, Рим, Папа Римский и так далее. Очень-очень интересная эта вся история пересечения. Как Эйсав, он говорит, нет, я все-таки первый сын, я более святой. И в Торе написано, как Эйсав, очень интересная история. Он Ицхаку своему папе говорил, он его обманывал. И он говорит, а как отделять Моасер, например, от соли? Он себя изображал, как будто бы он вообще такой святой, что дальше некуда. Потом уходил и, значит, убивал, грабил, значит, там и так далее. Теперь, если мы возьмем христианство, да, Папа Римский, это он говорит, я святой, святее некуда, да. То есть, обед безбрачия, я даже не хочу семью создавать. Это для меня грязная такая вещь, семью создавать. Я такой святой, что у меня обед бедности, у меня ничего нет. Или если вы зайдете в Ватикан и посмотрите все эти музеи, это награбленное со всего мира. Крестовые походы, значит, все самое богатое землевладелец в мире, это Ватикан. Католическая церковь, ей принадлежит в мире больше всего земли, если частный владелец. Представляете? Это очень интересно, как оно все пересекается. Вот в Торе это как архетипы всего, что будет в мире дальше. Здесь, на Безнатаке, рассказывается история в Талмуде, что был такой Раби Шимон Бен Шетах, купил он осла у Исмаилтянина. Его ученики обнаружили, что нашли, где-то там нашли спрятанный драгоценный камень. Они принесли это к Раби Шимон Бен Шетаху и сказали, смотри, Раби, как в Мишле, как царь Соломон учил, что Берка Ташем и Ташир, благословение Бога, оно делает богатым. Вот благословение Бога. А он им говорит, нет, говорит, я покупал осла, а драгоценный камень я не покупал. Пошел он к этому Исмаилтянину, вернул этот камень, и тот говорит, благословен Всевышний Бог Шимон Бен Шетаха. Значит, он прославил имя Всевышнего. Дальше в Иерусалимском Талмуде рассказывается история, как мудрецы купили пшеницу у неевреев, нашли в ней связку монет и вернули. И сказали неевреев, благословен Бог евреев. Иерусалимский Талмуд трактат Бабы Мецея. И там же рассказано о многих случаях, когда возвращали потерянное ради прославления имени Всевышнего. То есть по Торе нельзя обманывать никого, нет разницы, евреи, неевреи. То есть если человек, он говорит, я религиозный, я Богу служу, а он не религиозный, значит я могу его обмануть. Это очень-очень важно, вот эту вот вещь понимать, что Бог это честность, правда, добро, в любом случае. Не может Бог соединять свое имя с чем-то, что является, ну таким, как бы обманом, ложью. И те люди, которые, которые вот там убивают, все, они говорят, мы служим Всевышним. Нет, если бы ты служил Всевышнему, ты пошел бы сиротам помогал, пошел бы работать и деньги бы отдавал, значит, бедным каким-нибудь, да, или старика. Вот это ты бы Богу служил. А когда ты идешь убивать, насиловать, то ты прикрываешься именем Всевышнего, что это можно. Тогда понятное дело, все грабители в мире, они именно так и поступали. Значит, а-а-а, вот евреи, значит, в Бога не верят, ну давай тогда их ограбим, да, деньги заберем. Ну, правильно, нельзя же просто сказать, я подведу к человеку, деньги заберу и все. Нет, я, значит, в Испании, королева говорит, ну все должны принять христианство. Они говорят, ну мы же не хотим, мы же ничего плохого не делаем. Тогда уходите, но имущество оставьте. Ну, если ты такой добрый, хороший, скажи, ладно, уходите тогда, не хочу я там с вами жить, вы работали, зарабатывали, уходите. Нет, смысл всего этого был грабеж, который был прикрыт. Чем он был прикрыт? Красивыми лазурами. Дальше мы видим, почему, значит, происходят тогда проблемы в мире. Если внизу на земле есть правда, Всевышний милостью вовзирает на землю. Как сказано, когда правда из земли произрастет, милость небес является. Это в Таилит написано, 85-й Псалом, 12-й отрывок. Когда правда из земли произрастает, милость небес является. Поэтому держись правды, независимо от твоего положения. Плохое оно или хорошее, не оставляй правду и положись на верного Всевышнего. Как написано, познай же, что Всевышний есть Бог, Бог верный, сохраняющий заветы милость к любящим Его и соблюдающим заповеди Его. Это очень важная такая штука. Дальше он пишет такую вещь, что если злодеи временно процветают, то это значит, что выполняется то, что Всевышний сказал, что даже в этом он справедлив и правдив. Потому что любой злодей, он делал какие-то добрые дела и не может доброе дело остаться без награды. Просто злодей, он полностью все выплачивает в этом мире, быстро и четко, потому что у злодея нет духовного мира. Духовной жизни у него нет вечной. И человек, у которого есть духовная жизнь, но он делал и добро, и зло, Всевышний честный и справедливый. И он ему должен, если человек не раскаялся, Всевышний должен его почистить. Как его почистить? Через страдания. Поэтому получается, иногда мы видим, что человек вроде праведный, соблюдающий, а ему здесь в этом мире одни страдания. Почему? Потому что он не совсем праведный и соблюдающий. Как говорил царь Соломон, нет праведника, который бы не согрешил. И Всевышний его любит. Ему говорит, слушай, ну ты же не можешь туда зайти вот с грязью с этими там в руках, с каташками, да, с твоими, которые ты сам делаешь иногда или делал. Значит, тебе здесь страдания, чтобы все было честно, справедливо. Теперь какой-нибудь злодей, он злодей, злодей, а ему здесь он все там, у него просто кайфует, веселится, радуется. Мы говорим, а как это там? А так это, что ему скоро умирать, этому злодею, да, скоро ему осталось вот недолго. Но Всевышний же честный, он не может ему не выплатить за этот злодей, он там бабушке помог, этот злодей, как был Павло Эскобар, да. Он тысячу человек лично убил, а тысячи человеком он построил дома, бедным там вот этим вот, которые были, ну, он построил целый город новых домов, сказал, селитесь с семьями там по многу детей и, значит, полностью на моем обеспечении. И этот город молится, какой он царик, какой он праведник Павло Эскобар, эти тысячи он убил и в семье его проклинают. Павло Эскобар до 42 лет, он, значит, купается в деньгах, в 42 года его пристрелили как собаку, он скрывался, пытался убежать, никто же умирать не хочет. Вот этот вот Сенуар, который кричал там, Аллах Акбар, который прямо кричал, что он прямо такой джихадист, сидит как крыса в подвале и не выходит. Ему просто выйти надо сказать, ладно, хорошо, значит, забирайте меня, хватит бомбить газу, да, хватит, я же добрый, я человек честный. Какой? Крыса сидит в подвале, потому что все его разговоры про Бога это чистый обман. Он маньяк, убийца, который ради своей личной власти все это делал и сейчас, значит, он как крыса сидит в этом подвале и все равно его убьют. То есть это факт, ну, как бы, что тут дальше думать. Хорошо, друзья, все, поэтому держимся правды и милосердия. Вот тот, кто хочет по-настоящему служить Всевышним, у него есть два скодовых слова. Правда и милосердие. И правда это признать, что в свои какие-то ошибки, это называется тшува раскаяния. Признать, сказать, что каюсь, больше так делать не буду. И вперед, значит, истина, правда, милосердие. И чтобы Всевышний благословил нас всех за наше стремление. В первую очередь, выбор человека, главный выбор, это его стремление. Сильное желание и молитва Всевышнему. ВТР, дебеда, очисти мое сердце, дай мне правильные мысли, дай мне правильное направление. То есть, прежде всего, надо просить Всевышнего, чтобы он дал силу стремиться ко Всевышнему. И дал знание, как правильно это делать. Все, и дал хорошие социальные условия, как говорится, чтобы было благополучие, чтобы было здоровье, чтобы было на сердце хорошо. Чтобы была возможность спокойненько на природе общаться со Всевышним. Все, всем удачи, успеха, всего хорошего. Полного выздоровления, благополучия и счастья всем добрым, хорошим людям. А плохим, чтобы стали добрыми и хорошими. Зачем быть плохим, зачем быть злобным, зачем быть негативщиком. Ведь это же приятнее быть позитивным, оптимистом, хорошим, добрым, честным. И быть в шаломе с людьми, в шаломе с собой, в мире со Всевышним. Это же намного приятнее. Все, друзья, удачи, успехов, счастливо. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok